Всем привет! Этот выпуск связан с очередной такой знаковой цифрой на канале 10 тысяч подписчиков Еще сравнительно недавно я снимал выпуск о тысяче подписчиков Но это такой неплохой старт для канала А 10 тысяч подписчиков это уже такой состоявшийся канал И меня можно считать таким настоящим блогером В пользу случаем я хочу поблагодарить людей, которые поддерживают этот канал Пишут комментарии, ставят лайки, делятся в соцсетях, это очень важно Это помогает развивать этот канал Ну а дальше идет там 100 тысяч подписчиков Это уже такой особо успешный канал И миллион, это возможно что-то такое очень попсовое Либо прямо что-то такое гениальное Изначально, когда я начал заниматься ютубом, я вообще в этом ничего не понимал Хорошо запомнил случай, когда я зашел в тренды Типа посмотреть на что надо тут ориентироваться Какие видео самые выдающиеся Смотрел это где-то час И мне стало казаться, что я схожу с ума Потому что там такой лютый трешак находится Не знаю, какие-то такие вбросы Причем низкоквалифицированные На какие-то такие совсем злободневные темы Либо розыгрыши Часто связанные с каким-то там, не знаю, даже унижением людей Причем тех, которых дать читать не могут Либо какие-то провокации Раньше я не понимал, почему это много набирает подписчиков Сейчас уже хорошо понимаю Потому что это ориентировано на такую просвойку людей Которые социально очень активные Это всякие там школьники, малолетки Как известно, такие люди очень быстро делятся этими ссылками в соцсетях Им все интересно Особо они так информацию фильтровать не могут Поэтому такие видео очень быстро распространяются И становятся популярными Единственная польза, которую я вынес Из просмотра этих трендовых видео Это то, что не надо ориентироваться на эти тренды Гнаться за количеством подписчиков Иначе я так своих целей не добьюсь Потому что одной из таких целей Вот этого канала для меня было Это такое, знаете, саморазвитие Самообучение Это один из таких вот самых Ключевых навыков самообучения Причем его очень сложно получить С помощью там, не знаю, вот Среднее образование Даже высшее образование Дело в том, что Все-таки система образования в нашей стране Да и, скорее всего, по всему миру так же Все дела обстоят Она все-таки такая традиционная Идет еще с тех времен, когда Ну, мало было образованных людей Там люди писать, читать не умели Чем тут говорить И поэтому это все, знаете Практически на таком уровне Что там Эй, ты, Иван, иди сюда Вот Барин сказал выучить вот эту таблицу А не выучишь Мы тебя там На конюшне выпарим Ну, тот, конечно А, там, что Скорее мне надо это выучить Там Ну, да При таком подходе Человек может даже хорошим специалистом стать И выучить много языков И в дальнейшем Когда вырастет И зарабатывать много Но он не учится Самообразованию Он не умеет принимать Свои решения Не умеет принимать Не умеет фильтровать информацию Как-то формировать свою жизнь И поэтому в дальнейшем Могут быть такие проблемы Что Несмотря на то, что у него есть профессия Несмотря на то, что он владеет Какими-то навыками Ему очень тяжело будет Так Организовать свою жизнь Так, как он хочет Так, как он ее видит Так, как он ее чувствует Чтобы Ну, жить Такой жизнью, как он хочет Поэтому для меня Вот этот канал Он был одним из таких вот Упражнений Для прокачки Вот таких вот навыков К самообразованию К самообучению Потому что Все вот такие негативные Последствия Такого обучения Я и на себе замечал Потому что я Ну, я не очень хорошо учился в школе Еще я там Меня в школу отдали там 6 лет А люди развиваются по-разному Кто-то там, знаете, там И в 15 лет уже выглядит Как мужик там Бородатый Лысый такой А кто-то такого состояния Достигает там только К 25 годам Там, а то и 30 Ну, вот я там переживал Бывало там Из-за того, что что-то не получалось Там, особенно вот там Математика Там вот такие вот Там физика Такие вот науки Мне тяжело давались И потом, помню Уже в зрелом возрасте Мы как-то приезжали И я там разбирал шкаф с книгами Попались мне какие-то учебники По алгебре Там, по-моему, по геометрии Я их так полистал Знаете Думал, что это детский сад какой-то Что-то непонятного Там это Любой взрослый человек Там за 5 минут прочитает И поймет, что там О чем там говорится И стоило ли это Таких вот переживаний Там, мучений Ну, бог с этим Проблема в том, что Бывают вот такие вот вещи И потом из-за этого Человек же там как-то И инициативу теряет И так вот он Многие навыки Вот такому самообразованию Он как бы не получает И поэтому такой вот Становится безинициативный И вот даже в зрелом возрасте Я такое за собой стал замечать И вот этот канал Это один из таких способов Покачки таких навыков И действительно это работает Если это делать так правильно С прицелом на том, чтобы развиваться Потому что вот блогерство Несмотря на то, что есть Очень много блогеров И таких, которые Своим контентом Бросают какую-то тень На все это дело Вот эта профессия Или как ее назвать Система даже целых профессий Потому что я работаю в кино Я отлично понимаю Что для съемки Даже какого-то маленького Куска видео В кино Над этим работают Целые департаменты Там специалисты Очень высокого уровня Это такая командная работа А когда снимаешь это один Тебе по-любому Придется где-то быть там Режиссером Где-то быть сценаристом Сценаристом Ведущим Монтажером Оператором То есть Сразу несколько профессий Понятное дело, что Мастерства в каждой из этих областей Ты никогда не добьешься Но тем не менее Стремиться к этому надо Иначе Если ты не будешь в этом расти Все это будет Такого низкого уровня Такое смотреть никто не будет Это неинтересно Это не развивает Поэтому я для себя выбрал Вот такое направление И этот канал Знаете Он больше Про такое самообучение Про саморазвитие Это не обязательно Про Хотя тут такой Антураж Обстановка Сеттинг Как говорится Про лес Про природу Но это больше потому Что мне просто Эта деятельность Очень нравится Я получаю От этого энергию Мне хочется Общаться на эти темы Мне есть что сказать На эти темы Меня часто просят Рассказать Про мою профессию Каскадера Как это действительно Там устроено И действительно Так и есть Большинство людей Имеют либо Об этой профессии Очень смутное представление Профессия действительно Очень редкая Либо те представления Которые у них есть Они получены С помощью СМИ Либо каких-то там Новостей И они не совсем корректные Потому что В новостях Или СМИ Журналистам Важно показать Какую-то сенсацию Что-то такое заявить Чтобы все сказали Прямо вау Но на деле Они делают Такие акценты Что Представления Об этой профессии Ни у кого толком нет Ну между нами Говоря Я вам расскажу Как это дело Действительно обстоит Именно обстоит В нашей стране Потому что Там где-то в Голливуде Либо еще где-то Там конечно Немножко все по-другому В общем Что такое Профессия каскадера Вот такой классический Каскадер То есть Человек который Дерется Там взрывается Падает Там стреляет То есть Вот такой человек Который со своим телом Работает Потому что Как и в любой профессии Там тоже есть Свои деления И специализации Есть там Конные каскадеры Есть Технические специалисты Есть Автомото-трюки Это такая Специализация Ну и классические Каскадеры Вот такие вот Которые там Дерутся Бегают Выполняют Всякую работу Со своим телом В общем Это такая профессия Знаете Которая Кроме Как и в кино Особое применение Негде найти Потому что Это умение делать Экшен Пластика движения Сцен движения На камеру То есть Трюк сделанный Где-то за камерой Не важно Насколько он Зрелищный Эффектный Как вы там Здорово упали Или что-то там Сделали Он никому не интересен Поэтому первое Основное условие Это сделать так Чтобы это на камеру Было в нужной точке И выглядело Именно на камеру Красиво А с технической точки зрения Если это какая-то Драка Или перестрелка Там могут быть Совершенно такие Крышесносные вещи Которые очень тяжело Вообще Неподготовленному человеку Понять Потому что там Часто бывает Что Бежит какой-то Спецназовец Но он стрелять должен От камеры Какой-то вообще Автомат разворачивать В другую сторону Смотреть Еще в другую сторону Чтобы это на камеру Выглядело нормально Но когда делаешь Что-то вживую Это совершенно Непривычно Нелогично То же самое Касается всяких драк То есть Всяких движений Там Они должны Делаться Именно И со скоростью И с пластикой Адекватные задачи Адекватные сценарию То есть Вы можете Там Может быть такая задача Что вы двигаетесь Как пожилой человек Вы двигаетесь Как раненый в ногу Человек Вы изображаете Там Черт знает что Там только Не бывает И вы должны Быстро Вот эту двигательную схему Простроить Отработать И правильно И выполнить Поэтому В этой треховой деятельности Там работают люди В основном Такие двигательные Координационно Одаренные То есть Знаете как Есть люди Которые Способность к языкам У них есть Они могут выучить Много языков Вот у актеров Есть такой профессиональный навык Они могут выучить Очень много текста Вот для каскадера Очень важно Большое количество Такой двигательной И разнообразной Информации Запоминать И способность Ее повторить Поэтому это один из таких Главных Требований К каскадеру Есть еще такой стереотип Что каскадер Это обязательно Такой какой-то Суровый мужик Такой совершенно бесстрашный Который готов Головой в асфальт Войти Если нужно будет Ну такие люди Это знаете Проф-непригодность Такие люди Долго в профессии Не живут И тут наоборот Требуется Человек такой Очень осторожный Что называется С головой Способный Просчитывать Последствия Своих действий Понимаете Также есть такой стереотип Что каскадеры Это очень опасная профессия На данный момент Она ничем не опаснее Чем спорт Чем Работа пожарного Работа полицейского Тем более военного У нас все-таки стреляют Там холостыми патронами А не настоящими Какие-то там бандиты Да На заре этой профессии Когда многие трюки Еще не были отработаны Не было технического снаряжения Я как сейчас помню Когда бывает встречаешься Там с каскадерами Старой школы Они даже показывают Такие знаете Даже жилетов защитных У них не было Там наколенников Каких-то на локотников Все это шили Ручную Представляете Не было компьютерной графики Там не было Каких-то технических Приспособлений Которые есть сейчас Потому что сейчас Когда есть Компьютерная обработка Все вот эти троса Там с помощью которых Трюки делаются Какие-то там Эти штоки Которые переворачивают машины Все это можно затереть Это видно не будет Поэтому Современная Вот Трюковая деятельность Она не такая опасная Как о ней Принято думать Тем не менее Бывают конечно ситуации Но Также бывает такой вопрос Часто задают Какой самый опасный трюк Какой самый страшный Какой самый сложный Вы знаете Вот самые сложные трюки Они как раз Самые безопасные Они как раз связаны С этим вот Под набором Всяких Большого количества Двигательных действий Это какие-то драки Причем Там же понимаете Драка необычная То есть Это не просто Там два человека Начали драться Они во-первых Заранее должны Каждое движение выучить А во-вторых Еще и Если вы там где-то бегаете И стреляете Потом деретесь Вы должны каждый раз Оказываться на нужной точке И так работать Чтобы вас камера Видела И работать так Чтобы это еще Выглядело за правду На камеру Потому что Как известно Короля играет свита То есть Вот эти все супермены В кино Которые побеждают Там огромное количество Всяких Плохих парней Вот это свита Это и есть Вот эти каскадеры Которые если будут Падать как-то неубедительно Отыгрывать удары Неубедительно Если там будут Вот такие зазоры И не будет видно попадание То есть Это У зрителей сразу не будет сопереживания Не будет погружения В эту реальность Потому что Ну Видно что это какая-то лажа Там Бьют мимо Стреляют мимо Падают там Не по-настоящему То есть Сразу теряется Вот главное Вот это сопереживание Главному герою Поэтому Профессия каскадера Она в кино Востребована Ну что интересно Вы знаете В реестре профессии Российской Такой профессии Каскадера Вообще не существует Что это значит Что нету Ни школ Ни каких-то вузов Курсов Где готовят Таких людей Поэтому В России Специалистов Такого плана Готовят Непосредственно В трюковых командах Попасть в них Очень тяжело И Больше из-за того Что Ну спрос на эту профессию Очень низкий И там все места Обычно уже заняты Редко такое бывает Что нужны какие-то новые люди И людей Которые действительно Профессиональные каскадеры Которые этим зарабатывают И живут этим На самом деле Можно пересчитать по пальцам И там все Другого в лесу знают Так же Как у любой профессии У них есть свои достоинства И свои недостатки То есть К достоинству можно отнести то Что это такая работа Знаете Во-первых Она достаточно хорошо оплачивается Но При этом она не постоянная То есть надо быть готовым К тому Что заканчивается какой-то проект И вам работу как бы надо будет искать заново То есть такого не будет Что вы устроились куда-то на работу И там От звонка до звонка работаете И все у вас там Прямо Схвачено Есть такая иллюзия стабильности Тут есть такая постоянная Нестабильность То есть тоже Не каждый на это готов пойти Но при этом К достоинству можно отнести То что Это такая профессия Довольно Интересная Там есть всякие командировки Вы объездите весь мир Там с этим кино У вас будет много Интересных знакомств Много чего повидаете В жизни Будет очень много Свободного времени На самом деле Потому что Несмотря на то что Там нет такой занятости Знаете что там Вот пять дней я работаю Два дня отдыхаю То есть Отдых там Либо Каникулы Можно устроить себе В любой момент В то же время Работа не постоянно Там происходит Есть сезон затейши Там зимой обычно Снимают очень мало Есть пик активности Там допустим Как вот Летом осенью Снимают больше Ну и как обычно Всегда есть риск Что вы просто Останетесь без работы Потому что Не сможете устроиться Там Найти какой-то Выгодный контракт Вот в принципе Это общее такое представление Правильное представление О каскадерах Что они себя представляют Требования там В какой-то физической форме Там Достаточно низкие Надо сказать То есть Каких-то запредельных Скоростей Или запредельной выносливости Как в спорте Там не нужно Какой-то Выдающейся физической формы Тут больше На уровне Такого понимания На уровне Такой гибкости И способности Запоминать Двигательные схемы Умение общаться На площадке Понимание Того Что здесь И как происходит Профессия вообще В кино Для чего она нужна Для чего она такая нужная Потому что часто бывает так Что кто-нибудь из массовки Смотрит на то Что сделал каскадер Думает Вот я так смогу Я тоже хочу Так работать Я тоже хочу Столько получить денег За это Но там есть Таких много тонкостей Которые можно не заметить Это вообще Для чего Приглашают каскадера На площадку Тут вопрос Чисто денежный Потому что Вопрос денежный И вопрос безопасности Потому что Кино как известно Требует Требует Больших таких Субсидий Больших затрат Денежных Это командная работа Там очень много Департаментов Работают Актеры Обеспечения Всякое оборудование Все это очень стоит Больших денег Один съемочный процесс Один съемочный день Все там распланировано По времени Если там где-то Какой-то простой Если у кого-то Не получается падение Не получается раз Не получается два Это идет Простой по графику И просто деньги Огромные уходят А уж не дай бог Если получится такое Что там актеры Фингал под глаз поставят Даже какой-то незначительный Это вообще Катастрофа Представляете Тут же останавливается Здесь съемочный процесс А деньги идут Поэтому Продюсерам Гораздо выгоднее Приглашать Специально обученных людей Чтобы просто Хоть какие-то гарантии Получить Что все пройдет нормально Ну и конечно Все еще хватает Триков потенциально опасных Многие из них Конечно тщательно готовят И несчастные случаи Это большая редкость Но тем не менее Если там что-то не там Зарвется Либо вас вернут С огромной силой И там что-то не рассчитают От вас вообще Мало что будет зависеть Есть трюки Которые Очень такие глобальные Знаете Там участвуют Помимо каскадеров Еще и Пиротехника Технические специалисты Массовка Актеры Все это обычно Так на общем плане Снимается Если ты Будучи каким-то Одним маленьким персонажем Таким винтиком В этой истории Как-то там накосячишь Что Все это придется Переснимать Это огромные Затраты И простой Поэтому есть трюки Связанные с ответственностью Ну и вообще В работе каскадера На площадке Надо уметь Уворачиваться Особенно Это связано С работой С актерами Для многих из них Экшн-сцена Это непривычное занятие Не находясь в таком зажиме Они могут вас ударить И хорошо Если ударить кулаком Они чем-то потяжелее Поэтому надо уметь Уворачиваться Ну еще В этой деятельности Очень много таких Нелогичных вещей Которые на первый взгляд Не видны Допустим Вам надо просто упасть Но поскольку Упасть надо Определенным образом Согласно Какому-то там Согласно Какой-то схеме Которая будет Потом в монтаже Возможно Потом вас заменит Актер Чтобы продолжить Потом свою актерскую работу Когда вы его дублируете То есть упасть можно Мало того Что надо строго В определенной точке Но чтобы еще и голова Была повернута Определенным образом Там и нога Как-то определенным образом Подвернута Поэтому это не просто Падение какое-то Которое тоже надо сделать Так убедительно Но еще определенным образом Упасть В определенной точки То есть очень много Таких вот Тонкостей Чисто профессиональных Которые на первый взгляд Не видны И поэтому Часто бывает Что какой-то человек Из массовки Или там с улицы Смотрит на это все И думает Что-то такого особенного Я тоже могу так упасть Но там есть Ряд таких тонкостей Которые не видны На первый взгляд И вот с этим связан Один вопрос который подписчик задал насчет того как бороться со страхами когда ты находишься там где-то на ночевке в лесу либо ходишь какие-то одиночные походы здесь в принципе тоже очень много из этой профессии каскадерства заключается в том что когда есть страх это хорошо потому что такая защитная реакция человека потому что тот кто ничего не боится он долго не живет то что мы испытываем страх это нормально и он должен нам помогать помогать как-то мобилизировать свои силы быть более сосредоточенным более ответственно подходить к тому же чем мы занимаемся ну а трус отличается от смелого человека только тем что последний может как-то контролировать свой страх делать его неважным когда это нужно ну и конечно чем больше ты этим занимаешься чем если ты профессионал в этом деле постоянно этим занимаешься неважно там ходишь ли там на ночевке в лес там либо путешествуешь в одиночку там глухих местах если это входит в привычку ты к этому уже спокойно начинаешь относиться тебя уже перестают пугать какие-то звуки там осторожно относиться чему ты перестаешь но главное полностью не терять просто такого вот все-таки осторожного состояния по себе я могу сказать то что если ты находишься в каком-то опасном месте если ты совсем прям расслабляешься тебе уже ничего не волнует тебе кажется что это все ерунда то жди беды какой-то осторожность должна быть это нормально но в остальном это просто эффект привыкания то есть ко всему привыкаешь а что касается одиночных походов вот как понять насколько вы хорошо готовы именно каким-то таким одиночным походом может быть даже дизельным это очень просто достаточно проанализировать это свое свое внутреннее состояние так сказать внутренний диалог потому что любой человек он существо все-таки рассудочное он как-то с с собой разговаривает как какие-то у него мысли рождаются какие-то у него идеи рождаются и вот это очень легко проверить то есть если вы запретесь там в комнате там на три дня проанализируйте то что происходит с вами если вы вам с собой наедине с собой комфортно если вы легко себя можете развлечь если вы находите себе какие-то занятия если вы веселый бодры там то есть вы там прям ничем себя не ограничиваете то есть вам с собой наедине должно быть комфортно если такое соблюдается условие то сто процентов что вы готовы к одиночным походам и к такой деятельности требующей изоляции если же какие-то возникают депрессивные состояния тяга к чему-то если вы очень там начинаете зависеть от того чтобы кто-то вам вами начал как-то управлять или какие-то идеи вам подавать или как-то вас развлекает то это показатель того что этим заниматься еще рано это тоже можно себя развивать это такая очень сложная самом деле деле тема в этом выпуске мы скорее всего тут не ложимся чтобы развивать такую развивать эту тему дальше вообще тема интересная возможно я даже про это отдельный выпуск сделаю я думаю мы так хорошо пообщались спасибо что смотрели я надеюсь канал будет и дальше развиваться это день деятельность мне очень нравится пока спасибо за внимание и до новых встреч